Светлана Рябова В школе девочка также увлекалась музыкой и окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Правда, потом она стала все меньше интересоваться этим занятием, и нередко ее даже приходилось заставлять приходить в музыкалку. После девочка твердо решила, что станет актрисой, и делала все возможное для этого. Окончив школу, она решила поступать в Щукинское училище и поехала в Москву. Но первая попытка оказалась неудачной, и тогда Света вернулась назад домой, где ее взяли в театральный институт. И уже через год девушка вновь решила попытать счастье и снова отправилась в столицу, и наконец со второй попытки ее взяли. После получения диплома Светлану приняли в театр сатиры, где чаще всего ей доверяли классические постановки. Свою же первую роль в кино Светлана получила в картине «Отцы и дети». Конечно, как это почти всегда и бывает, это была лишь эпизодическая роль, но зато ей удалось побывать на съемочной площадке вместе с такими знаменитыми актерами. Как Татьяна Догилева, Владимир Конкин и другими, и, конечно же, это был невероятный опыт работы. Кроме того, первая роль принесла и узнаваемость Светлане. Постепенно ее стали замечать и приглашать режиссеры. В итоге ей удавалось сниматься почти что каждый год. И за 10 лет Светлана получила около 20 ролей в кино и сериалах. Светлана всегда пользовалась большой популярностью у противоположного пола, а уже когда стала известной актрисой, у нее было множество поклонников. Однако Светлана всегда очень серьезно относилась к отношениям и выбирала себе спутника жизни, исходя из позиции, чтобы это было навсегда. Но в жизни не все бывает так, как хотелось бы. Первым супругом Светланы стал актер Андрей Борило. У них достаточно быстро стал развиваться роман, несмотря на то, что актриса была старше на 12 лет. В итоге молодые люди решили пожениться. Первое время все складывалось удачно. Супруги были счастливы вместе. У них родились две дочки – Саша и Катя. В дальнейшем Александра тоже будет увлекаться кинематографом и окончит режиссерский факультет в ГИКа. А вот Екатерина стала увлекаться музыкой и изобразительным искусством. Спустя 10 лет брака Светланы и Андрей решили развестись. Однако после расставания остались друзьями. После чего Светлана какое-то время была одна, а потом у нее появился новый избранник. Как сообщают некоторые источники, он бизнесмен, однако сама актриса старается не делиться информацией о своей личной жизни. Имя своего возлюбленного Рябова держит в тайне ото всех и нигде нет их совместных фотографий, поскольку актриса считает, что личная жизнь должна быть только личной. В настоящее время Светлана Рябова является востребованной театральной актрисой. Часто на ее постановки приходит множество поклонников, чтобы насладиться игрой этой замечательной артистки. Однако в кино она уже давно не снимается, хотя, вероятно, в дальнейшем Светлана все-таки порадует поклонников новыми фильмами со своим участием. Остается лишь пожелать Светлане Леонидовне всего самого хорошего, здоровья и счастья в личной жизни.